Мне показалось, что внутри кондинента как бы три отдельных подраздела это цитология или клетка, это гистология, где должны были работать с микроскопом и это туда назвать тканем и это даже немножко фидеология, а это на определение группы И первое мое впечатление очень положительное за отведенное время мы не просто сделали три совершенно разных задач успех перепрыгнуть к микроскопу и обратно и подумать, и написать, и разобрать в их крови только у большинства из вас еще и время оставалось то есть отведенных 45 минут оказалось даже многого что меня искренне удивило, я думала, что даже настраивать микроскоп принять там увеличение и так далее, даже это займет у вас там глубину и тому времени вот, но при этом из максимума, как у всех, 20 баллов если я не ошибаюсь, я думаю, я не ошибаюсь, 20 баллов не набрал никто я уж не знаю, вы как с помощником были с уроком или вам чего-то не хватило, да, но 18-18, половина было, был даже ноль у кого-то, был один балл в общем, аксуума не было теперь конкретнее по заданию первая гистология пока мы не придумали как, потому что сложно проследить за каждой работой письменной вали то мы не оцениваем умение работы с микроскопом и старались по мере возможности всем помогать надо было определить тип ткани, да, это три балла и надо было обосновать, почему мы так решили, и это еще правило в типе ткани мы были максимально наяренные то есть даже, если нам указали не ткань, а орган потом выясняли, что это такое, и если орган был указан правильно, мы не снижали но, что я хотела, чтобы вы понимали типов тканей у животных всего 4, 4, да, эпители соединительные, мышечные, мерные а органов очень много и вот в варианте, который был в комнате 252 препарат был печень то, что это печень, то, что это железистые эпители вы имели полное право не знать если вы мне просто написали эпители, это уже верный ответ но если бы зачем-то мне писали, что это кожные эпители покровные эпители и всякое другое а вот это, извините, уже ошибка да, то есть меньше, но четче во втором варианте, который в комнате 254 рабочее место там был миокард, сердечная мышца опять же, за мышечную ткань с правильным восстанованием все было в порядке но если бы вдруг писали, что это гладкая мышечная ткань а сердечная, извините, поперечная полосатая то вот за это уже минус 1 балл получаем дальше, насколько хотелось поощрить как-то ребят умеющих смотреть в микроскоп, а не вспоминать об основании да, из учебников и тканях мы поощряли, если бы писали неведущую ткань то есть, предусловно, в миокарде, в печени хорошо видны что? сосуды, эритроциты, пни и так далее а это уже ткань соединительная те, кто это правильно написал, не просто соединительная ткань попадут те, кто пояснили, видны безъядерные красные ветки и так далее тоже получали баллы не все три, если бы не упомянули ведущую ткань, но получали а какая была самая такая, немножко даже смешная и самая ключевая ошибка не то, что вы неправильно увидели или что писали а то, что вы в обосновании ответа писали ибо имеет розовый цвет это не нативная ткань, да, это не свежий труд это ткань зафиксированная, порезанная и окрашенная и это цвет красителя можно покрасить любую ткань, поверьте она будет замечательной, зеленой, розовой и так далее ибо имеет розовый цвет, запомните, пожалуйста это даже для эритроциты, не обоснования потому что он там тоже красший если честно, на иозине он такой скорее оранжеватый, чем розовый раз, два, у вас может быть лампа в микроскопе по другому цвет и так далее тогда запомните, пожалуйста, что обоснование это расположение клеток, их прилегание друг к другу форма, размер, отростки и прочее но не цвет ткани на постоянном препарате который заведомо просто окрашивает вот следующее задание цитология тут проще нужно было просто смотреть в спечатанные картинки и написать, что за органелла за название структуры поставили два балла за функцию этой структуры в клетке полтора функция структуры, по картинке догадаться неважно потому что один раз был исполнен из книжки здесь мы поступали так если структура угадана совсем не вверху не близко, а совсем вверху то за это ноль баллов и тогда за функции тоже ноль баллов даже если они правильные потому что, согласитесь, если вы не знаете, что это такое и на букв написали ядро, которое вы выучили и правильно мне изложили функции ядра но я не могу за это поощрять, потому что не знаю на картинке митохондрию вот соответственно, почему-то не первый год уже митохондрию узнали все в первом варианте, вариант 1 а это была аксанема, а это была митохондрия аксанема штука сложная и любой костный, который связан с этим ответом скесничка, жгутик и так далее мы принимали как верх соответственно, функции в широком смысле любые внутриклеточные, двиклеточные движения и так далее все сходило вот, второй вариант был такой вариант не беручка да, там была черно-белая полосатость это были миофибрилы варианты ответов активные азимные филаменты миофибрилы саркомеры все что за правильный а в варианте П еще сложнее там были микротрубочки это было много клеток темными ядрами темными стоплазмами и были только светящиеся микротрубочки как можно будет любые ответы близкие даже если это просто цитоскерет или какие-то фибрилы в клетке вы тоже принимали заверб но его картинка непроста мы довольно сильно карали если вы не удосужились как-то переключиться и почитать видения где написаны внутриклеточные процессы если вы продолжали нам писать какие-то макроуровни что это многоядерное что-то что это такой-то орган да, вот тут вот вы висли вы не правы это не орган а кусочек клетки на большом величине вот и в варианте 3 картинка под буковкой А это была центросова 2 центросомы 2 центриоли там они были уже увоены то есть их 4 любые варианты ответа опять же мы считали за правильными посленно-правильными то есть да центросомы центриоли плеточный центр даже как-то структура от которой растут микротрубочки что-то такое встретилось это все подходило ну и соответственно функций достаточно много самая самая вам любимая хорошо выученная это участие в литозе или в делении или в формировании величина деления далеко не единственная функция если она была уже написана вот так вот адекватно полтора балла с полутора мы вам ставили и катинка по номерам B это гладкий эндокузматический сеть он же гладкая PS эндокузматическая сеть он же А кронулярный и вот это вот тоже была такая задачка наберучка кто-то кто-то не видел кроме того что это были одномембранные что там было цистерны пузырьки каналицы за вариант цитоплазма ну смотря какое было обоснование вы получали либо 0 полпала потому что все-таки плед есть ни в ядро ни цитоплазма потому что это не ядро достаточно хорошо видно и понятно что когда вы писали цитоплазму мы так ну немножечко так пальцем не было старались усмотреть поэтому все-таки извините это неверно ну и соответственно третье задание как все помнят наверное там было такое длинное-длинное условие и дальше была задачка где у четырех процентов по стандартной системе а в ноль надо было угадать ну конечно угадать а определить группу крови условие задачи стоило обширно что там было сказано все о чем вы могли не попасть какие два глютилина кто из них какой группы крови они есть какой нет и тут и тут с одной стороны общество опять справились с одной стороны там был загадочный пациент номер 4 у которого даже капля крови с пизраствором все равно дала осадок помните картинку здесь все выгодно вот упрямо все писали что у него группа крова какая то например 4 хотя там стояла колоночка отдельная где было написано не удалось определить это по-моему подсказка была да что такой вариант можно допустить и вот у пациента 4 по этим данным не удается определить что именно потому что с пизраствором все выгодно и вот плюсик в правильной колодочке удалось определить мы нашли в меньшей части работы за первую половинку за правильную формуную данную мы получали 4 баллы из позиций вторая часть работы потерялись сезоны нашелся пациент на 5 хочет узнать свое условие что делать тут большинство из вас догадались кстати все пациенты нет столкновения и как использовать инфинку и какими двумя пациентами надо воспользоваться ну ими конечно ими образцами кровь крови вторыми третьими первым извините то есть теми у кого вторая и третья кровь кровь теми от которых при специфировании вы можете получить что из классов а то есть фактически вести задачу предыдущей получить целиклоны которые вы где-то зло потеряли здесь почти все молодцы логика была у всех хорошо выберенная другой вопрос и здесь мы поступали даже не детально по каждой работе иногда ваша вторая часть которая тоже помогла она вдруг не состыковывалась сперта первые ошибки второй решим правильным именно наоборот первая идеальная табличка а вот второй вдруг вы забыли что именно пациент номер один по вашему правильному решению уменьшить третью группу крови а не второй вот кроме как невнимательность или усталость я не знаю на что списать потому что все таки на списывании на договорении по телефону никто не был но все таки при правильных ответах вы явно не стыков при вашей задачи в первой части то есть табличке со второй из которых вторая часть вы даже при правильной второй части на полтора а то иногда и на грабару при отсутствии снижают за правильные ответы именно потому что он не следует из вашей таблички а следует из нету правильного ответа на который у вас нет вот ну собственно говоря проверка все в целом все большие молодцы мое впечатление по этому году относительно предыдущего большие-большие молодцы и задания вас не пугают микрофон с правильной стороны и звук вопрос фотоаппарат н в в в в Продолжение следует...